Флаги Китая и России, рядом на большом столе папки с соглашениями и ручки, чтобы поставить подписи. Вот всё, что нужно для заключения договора. Подготавливать его начали более двух лет назад. Когда мы начинали работу в России, мы только продавали свои продукции. Сегодня требования рынка поменялись. Российское правительство стимулирует создание производства в России. Поэтому мы решили создать совместное предприятие. Создание предприятия – знаковое событие для нашего района. Речь идёт о примерно пяти сотнях новых рабочих мест и десятках миллионов рублей налогов. За подписанием документов наблюдают представители Нижней палаты Российского парламента, Государственной думы, правительств области и района. Подписи поставлены, производство создано. Оно разместится на мощностях предприятия «Газдевайс». Первые станки там соберут уже в этом году. Оборудование многофункциональное. Может производить самые разнообразные детали. Наши станки будут способны выточить, например, коленчатый вал. Начиная от легкового автомобиля, кончая танком. Это первое. Второе. В нашей производственной линейке будет целый ряд моделей, уникальных на сегодняшний день, не только для уровня российского машиностроения, но общемирового. Уникальное оборудование подходит и для выполнения оборонного заказа. Этим, в частности, объясняется уверенность инвесторов в стабильных продажах продукции нового завода. Россия увеличивает оборонные расходы, невзирая на экономический кризис. Поставлять оборудование будут и в соседние страны. Россия – это в первую очередь вся наша промышленность, которой требуются все эти станки. Но мы не ограничиваемся только российским рынком. Это рынок все-таки СНГ, Казахстан, Белоруссия, который тоже имеет потребность в современных станках ЧПУ и обрабатывающих центрах. При новом предприятии организуют учебный центр для подготовки сотрудников. Самых способных будут отправлять для стажировки на китайские заводы компании DMTG. Через четыре года инвесторы планируют продавать станков примерно на 5 миллиардов долларов.